Сергей Иванович, Вы сегодня с рабочим визитом посетили вот эту вот школу. Расскажите, почему именно это учреждение было выбрано и какие проблемные вопросы сегодня обсуждать? На самом деле не стояла задача выбрать именно эту школу, просто заранее как-то спланировали посетить именно эту школу. Во-первых, она достаточно возрастная, все-таки с 1947 года, более 500 учеников учатся, это два первых класса в этом году будет и 125 детей, это начальные классы, которые в этом году у нас впервые так достаточно полноценно будут получать питание школьное. Ну не только в этой школе, во всех 40 школах города Смоленск, вообще во всех школах Смоленской области у нас будет школьное питание. В этом году мы получаем 125 миллионов федеральных денег, на следующий год у нас уже запланировано более 300 миллионов, потому что этот год мы понимаем, что это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, следующий год более полноценный. Мне важно было посмотреть, насколько готова школа к тому, чтобы полноценно вот такое питание обеспечить для детей, как это будет осуществляться, потому что на самом деле у нас в таких старых школах не предусмотрены какие-то столовые, а есть небольшие залы, где можно организовать это питание, как, например, это будет сделано здесь, это будет не одна смена, по 25 детей будет приходить, получать питание, питание, которое будет централизованно завозиться, не здесь будет готовиться. И для нас крайне важно, для меня крайне важно посмотреть готовность школ смоленских к такому вот процессу, который у нас будет осуществляться впервые. И очень важно, что, как я уже сказал, финансирование этой программы осуществляется с федерального бюджета. Раньше город мог выделить только порядка, и область выделить порядка 30 рублей, сейчас это будет чуть больше 60 рублей. Это будет сбалансированное качественное питание, по осмотре, по которому принимают участие родители, родительский комитет, педагоги, конечно, там Роспотребнадзор, другие структуры, чтобы это было безопасно и качественно, как я уже сказал, сбалансированное горячее питание для детей начальных классов. Сергей Иванович, при посещении вы также обратили внимание на скамейки в столовой. Будет какое-то решение с вашей стороны? Ну, мы на самом деле посмотрели, потому что здесь предусмотрен небольшой, как я сказал, зал скамеечки. С учетом пандемии, сегодня все-таки рекомендация рассаживать детей, иметь определенную социальную дистанцию. Мы примем решение, что через фонд созидания поможем здесь приобрести стульчики, для того, чтобы дети могли уже так более свободно сидеть. Сейчас буквально там с директором обсудим это решение и в ближайшее время поможем на решении этого вопроса. Спасибо вам большое.